Здравствуйте, это программа Эксперт Ревью, меня зовут Ирлан Аспанов. События и мероприятия бывают разные. Семейный ужин тоже мероприятие. И мероприятие масштаба Экспо тоже мероприятие, но совсем другого масштаба. Семейный ужин можно подготовить самостоятельно, но когда мы переходим к ивентам, такой новый термин большого-большого уровня, то здесь вступают, выходят на сцену профессиональные ивент-менеджеры. Современный ивент-индустрия или событийный бизнес сегодня – это эффективный инструмент внешнего маркетинга. Это прямая коммуникация с потребителями, которая управляет впечатлениями и влияет на имидж. Средняя стоимость проведения корпоративного мероприятия в Казахстане колеблется от 500 тысяч тенге до внушительного чека с несколькими нолями. Здесь, как и в любой другой отрасли, есть свои негласные законы – этика взаимоотношений, устаревшие направления, тенденции изменения и актуальные тренды. Если ивент – это больше мероприятие, которое проходило традиционно оффлайн, то есть когда люди встречаются вживую, то сейчас очень много ивентов перетекают, и они делаются совместно с онлайн-активностями. То есть мы не можем исключать диджитализацию маркетинга, мы не можем игнорировать то, что происходит в онлайн-активностях, поэтому многие мероприятия – они некий симбиоз между онлайн-активностями и оффлайн-активностями. Событийный бизнес – это действенный инструмент, который воздействует на самые разные сегменты населения. Если вы хотите, чтобы ваше мероприятие не имело краткосрочного эффекта, а отдача была более продолжительной, постарайтесь продумать все до мелочей или доверьтесь профессионалам. Чтобы быть хорошим ивент-менеджером, он должен расти с простого исполнителя до руководителя. Успех ивент-мероприятия зависит от стратегии, от поставленной задачи, KPI, ну и от самой проделанной работы. Итак, что такое ивент? Как выбрать лучшего в сфере? Кому доверить проведение своего долгожданного мероприятия? Вопросы, на которые хочется получить ответы. У нас сегодня в гостях Дан Орманбаева, создатель и руководитель ивент-агентства. Марат Амаров, основатель Culture Development Foundation. Здравствуйте. 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 Давайте начнем с того, что разберемся в определениях. Что включает в себя событийный бизнес? Почему мероприятие вдруг стало называться ивентом? Ну, начнем с того, что в переводе с английского событие, ивент — это событие. И вот вы сейчас, Ерлан, правильно заметили, что подготавливать семей нужен или какое-либо другое событие в нашей жизни, оно совершенно незаметно вдруг перешло в целую отрасль. Мы раньше могли самостоятельно сделать одно, другое, организовать события. Школьную линейку я вот очень часто в каких-то материалах освещаю как раз не сколько проблематику, сколько саму насущность и актуальность темы. Если фильм снимают кинематографисты, то премьеру этого фильма, на мой взгляд, и по моему глубокому убеждению, нужно отдавать в руки ивент управленцев. Раньше почему-то все думали, что события можно сделать самому. Хотя события, организации мероприятия... Да, я сам все организую. Да, я сам все организую. Мы сейчас позвоним флористам, возьмем водителя, вот здесь вот нам поставят стол. Но организация мероприятий, это гораздо глубже, нежели чем поставить цветы и поставить стол. Это гораздо более расширенные... Ну а что там, позвонил флористам, привезли и поставили. Да, вот многие так и думали. И слава богу, мы от этого отошли уже. Просто так получается, что именно отрасль ивент, то есть ивент-индустрия, она несколько позже вошла вообще в понимание и в психологию людей, в социуме. Допустим, не так рано, как юридический аспект. Или, предположим, человек собрался строить дом, он его практически сегодня без консультации дизайнера или архитектора уже не делает. И мы сегодня очень... Вы знаете, для меня большая радость, потому что... Ну как, не то чтобы радость, но, во всяком случае, эмоции хорошие от того, что люди стали больше понимать необходимость, присутствие специалистов практически во всех областях. И самому, допустим, я как женщина вам скажу, я по-хозяйски могу сама только там приготовить на кухне что-то, да, для своей семьи. А все остальное хочется, чтобы делали профессионалы. Ну хорошо, тогда, пожалуйста, назовите вот такие ключевые компетенции сотрудников, так и руководителей, компаний, которые занимаются организацией мероприятий. Что должен уметь человек, какими качествами должен обладать? Это такое, ну, в моем понимании, это некие продюсеры. Это человек, который должен понять, за какие ниточки дернуть, откуда что взять. И у него должен быть вот, что для меня лично важно, что очень быстрый живой ум. Потому что, как правило, всегда критическое мышление является определяющим. Хорошо, как вы думаете, что характеризует идеальное мероприятие? Характеризует идеальное мероприятие обратная эмоция от людей. Не только тех, которые являются заявителями, да, или теми людьми, кто ожидает этот успех. Но и от всех людей, кто находится в этом процессе. И тех, кто создает контент, и тех, кто управляет процессом. Вот когда ты ощущаешь завершение, или, предположим, через какое-то короткое время после завершения, вот эту эмоцию, отклик, да, очень правильный фидбэк, правильно, я имею в виду, положительный. Ну, для меня это характеризует, по мне. Это очень важная эмоциональная составляющая. И, конечно же, в основе всего лежит отсутствие, ну, скажем так, инцидентов. Идеальный ивент — это когда все прошло так, как ты хотел. Я поделюсь с вами. Однажды у меня в одной московской школе, в которой я обучалась, мы обсуждали кейс. Ну, и что-то прям целая дискуссия развернулась. И тогда я позволила себе вот такую сравнительную картинку, предложила вниманию своих коллег, и они поддержали меня. Я сказала так, что ивент — это кино с одного дубля. То есть вот представьте, мы расписали сценарий, мы его придумали, мы предполагаем, что все получится, и у нас нет права хлопнуть хлопушкой, да, и сказать, что не получилось, давайте, да, еще раз. Вот в этом, на мой взгляд, есть очень, ну, отнести это можно к рискам, да, но вот продолжая, опять же, Марата, в Торе ему, получается, что вот тот отклик, который мы получаем от людей, да, это было снято с одного дубля, на мой взгляд, вот характеризует очень сильно успешность. Как, например, такое крупное событие, как Экспо, может отличаться по принципу организации, ну, от какого-то корпоративного мероприятия? Ну, тут, как сказал Гайдар, когда ты умеешь управлять тремя людьми, наверное, и знаешь, ну, вот у тебя есть в руках вот эта методология, в голове, то, наверное, и Экспо, несмотря на его масштабность, можно управлять, зная технологии, и, повторюсь, будучи компетентным. Я думаю, что масштаб... Да, здесь вопрос, если лежит в плоскости принципов, принципов управления ивентом, то принципы, они, по сути-то, не меняются. Вопрос масштабируемости, да, масштаб, конечно, это совсем другая история, да, количество вовлеченных людей, и Экспо все-таки невозможно рассматривать как ивент, это все-таки немножко более широкое, потому что вовлечено... Ввиду длительности, да, длительность и количество государственных органов, строительная площадка огромная, это огромная инфраструктура. Ну, проект-то, Мармарат, можно назвать, да? Проект, да, это проект, это чистый проект, но колоссальных, конечно же, размеров. Вот тогда это, наверное, как в инвестиционном бизнесе, готовить сделку на 5 миллионов и на 100 миллионов, в принципе, стоит тех же самых усилий. Получается, что в ивент-менеджменте готовить мероприятие на 100 гостей или на 100 тысяч, наверное, особо ничем не отличается. Если ты профессионал. Да. А что мы можем сказать об этичном поведении в событийном бизнесе? Можете расшифровать? Здесь есть какие-то свои особенности? Ну, начнем с того, что этика присутствует и нужно, чтобы присутствовала, в принципе, во всех сферах жизни, во всех аспектах жизни. Без этики никуда. Поэтому сейчас даже в самой маломальской организации, прежде чем построить большое здание, организация, ее топ-менеджмент, особенно ее собственники, задумываются над тем, чтобы не то что соблюсти, а создать корпоративный этический кодекс. Поэтому в нашей сфере этика одна из главенствующих, я думаю, и очень таких сильных приоритетных целей. То есть мы за то, чтобы быть этичным внутри коллектива, внутри организации, быть этичным с внешним миром, быть этичным в цеху своем, между коллегами. Но смотря, конечно, что мы понимаем под этикой, ну, скажем, для кого-то это просто не шуметь, а для кого-то быть честным, да, или самозабвенным, или быть на стопроцентно выраженным в своей же опять, в своем мастерстве. Ведь я, например, сталкивалась в своей жизни с ребятами, которые, оценить мастерство которых можно на самый высокий балл, но сдавая себя в аренду, ну, это так называется, вы знаете, о чем я говорю, ну, вот они такие в полнакала себя выражают. А это уже сразу видно на финальном продукте. Вот мы сейчас с Даной говорили до съемки, что все равно ивент-бизнес, это все равно бизнес людей. То есть это не, ты не можешь в этом бизнесе построить процессы от IT. Если ты хочешь заниматься этим бизнесом, вот все равно, условно, бизнес Даной Арманбаевой, он не будет бизнесом без Даной Арманбаевой. То есть заказчик захочет все равно увидеть тебя. Велись в глаза, слышать голос человека. И доверие, оно основывается вот на этих словах. И эта вот этика, она та самая, потому что, ну, сколько мы знаем, условно, компаний, которых, ну, не знаю, наверное, на пальцах двух рук можно пересчитать в компании в Казахстане, вот ивент-компании, которые там все друг друга знают. И настолько маленький рынок, что вести себя неэтично в этом бизнесе, ну, это как слон в посудной лавке. Вы понимаете, что в нашей отрасли мы имеем много контактов, и очень большую часть в нашей работе занимают люди с живыми гонорарами. И, к сожалению, артисты до сих пор у нас не приучены к элементарным, простым, опять же, иметь хотя бы какой-то там юридический документ о том, чтобы... Конверт. И в связи с этим у нас получается, что мы готовы, вот мы как управленцы, я думаю, Марат и я, и другие наши коллеги, мы готовы перевести это все в формат высокопрофессионального финансового управления, но не можем. Потому что одному артисту нужно дать 10 рублей, другому 5, а у него, ну, честно говоря, даже не бывает иногда попытки написать расписку о получении денег. Все это нас делает несколько серыми. А заказчик хочет именно этого артиста. Да. И поэтому, например, вопрос отчетности финансовой, он до сих пор у нас, между нами говоря, очень болезненный. Итак, кей-фактор формирует ивент высокого уровня? Ну, конечно, эксперты придут и точно скажут, насколько это высоко точно исполнено декорацией, например. Или эксперт в видеопродакшене четко скажет, да, насколько это все соблюдено. Хронометраж, картинка, да, правильный сценарий, тексты. Это вот, ну, очень много составляющих. Конечно, эксперт определит. А человек, я, извините, Марат, перебью, человек, зритель, аудитория, гость в мероприятии, смотря какой, конечно, формат, они мало того, что возвращаются, они еще откликаются два, и третье, они тоже научаются. Ведь от одного ивента к другому они уже понимают, что хотят. А в ивентах есть так называемый боттлнек, вот это узкое горлышко? Боттлнека такого нет у нас, я не думаю. А кто такой тогда этот стейдж-директор? Стейдж-директор в переводе на нашу, опять же, на нашу практику, это режиссер-постановщик. Он тоже главный, но, смотрите, есть продюсер, который отвечает за все, за весь проект, и покрывает все направления, сцену, за сценой, копирайтеров, продажей. В том числе и режиссера-постановщика. Да, и в том числе режиссера-постановщика. И режиссер-постановщик, опять же, если это действительно член команды, он, несмотря на свое четкое видение, он всегда согласуется с генеральным продюсером. Почему? Потому что у него кругозу... То есть его охват, его панорама взгляда, она шире. Потому что продюсер, вплоть до того, что он понимает и предвосхищает психологию зрителя потенциально. Вот, допустим, там, ага, придут гости, среди них вот такой вот... У меня был такой случай, когда мне... Вроде бы я была ответственна за конкретный один подпроект, но я понимала, кто будет в аудитории. И подсказка моя очень сильно повлияла на решение стейдж-директора, режиссера. В каждом бизнесе есть такие свои сленговые словечки. Что такое райдер? Задание. Райдер — это задание. Он бывает двух видов. Технический райдер и бытовой. И бытовой. Что такое технический райдер? В техническом райдере артист расписывает по детально все свои ожидания для осуществления техники. Свет, звук, конструктив, возможно, какой-то, размер сцены. Все это в техническом райдере. Вплоть до расстановки. Прилагается к техническому райдеру схема, где артист пишет... Да, стейдж-план. Я стою здесь, а мой, например, гитарист... База гитара стоит здесь, ударники стоят здесь. Вплоть до инструмента. Для того, чтобы не подвести мероприятие, и тем более заказчика, конечно, мы соблюдаем райдер. Это очень важно. Другое дело, знаете, в чем, если интересно, чем чревата сложность райдеров в том, что в следующий раз продюсер и организатор ивента может найти очень четкие аргументы, ну, не то чтобы против артиста, а для того, чтобы убедить заказчика в том, что, да, можно предпочесть другого артиста. Есть ряд артистов, которых просто, ну, ты с ними не будешь... То есть если мне скажут, вот давай вот столько денег, там отличная доходность, вот мероприятие очень простое. Вот этот артист, если я знаю, что это за артист, я с ним когда-то работал и знаю, как с ним работать, то я на 95% откажусь от этого. У нас был случай в прошлом году осенью, заявка была на сумасшедшего известного артиста, певицу, имя сейчас не важно, потому что суть в кейсе. И у нее в договоре, ну, не знаю, талмуд был огромный. Маленький подпункт наш юрист заметил о том, что если няня, ребенка этой певицы заболеет, то концерт будет отменен. А гонорар я вам даже передать ему клубу, несколько миллионов. Невозвращаемый. И я убедила, причем очень быстро и легко, что мы не хотели бы так, ни мы рисковать, ничего. Несмотря на то, что, правильно вы сейчас заметили, что доходность, то есть размер агентских, он был настолько привлекательным и вожделенческим, что сложно было отказаться. Но, опять же, стратегия и длинный период всегда дороже, чем здесь успех и сейчас, тем более денежный. Постулат о конкурентах. Нужно говорить хорошо или не говорить ничего? Во-первых, мне кажется, что этот постулат больше касается покойников. Мы не говорим об усопших, либо ничего не говорим, либо хорошее. Так говорим о конкурентах. А вот чтобы сейчас развить тоже эту тему и эту мысль, я бы, наверное, позволила себе следующую. Я всегда хочу говорить как есть. Потому что в случае, что я понимаю, что конкурент повел себя неэтично, а уж тем более некомпетентно, я расскажу об этом. Человеку очень сложно клиенту потенциальному понять, кто хорош, кто нет. Да, опять же, различительный. Да, если там появляется условно, ну, сейчас вообще безотносительно персонально, там какие-нибудь две 20-летние девочки сделали красивые названия, напечатали красивые визитки, провели два ивента в своем университете и думают, что они ивент-агентство. И они вот такие привлекательные, красивые, молодцы, они так хорошо о себе рассказывают, что потенциальный заказчик думает, вот этого, наверное, суперпрофессионала. Ну, сделать себе сайт много ума не надо, да? Согласна. Да, и в данной ситуации я скажу, что, извините, это no-name компания, но как бы я буду... Если вот меня спросят, как там работает условно Дана Арманбаева, я скажу честно, да, мощная компания, профессиональная, но если мне скажут, там какая-то рога и копыта, я скажу, что это рога и копыта. Да, и еще продолжу, вот это был такой случай, когда нужно было... То есть вот какой прием можно применить, чтобы очень объективность вот эту сохранить? Вот, допустим, я следующим образом делаю, говорю, не обязательно, что вы будете с нами, совсем не обязательно, но посмотрите еще другие, сходите в этот офис, в другой, да? То есть таким, я думаю, очень, ну это довольно, ну внушает людям доверие, что твоя задача не стоит перетянуть, да, дело на себя и забрать, например, этого, ну там, заполучить этого человека. Вот, сколько, может быть, уберечь его от ошибки, потому что меньше всего хочется, вернее, больше всего хочется, чтобы люди, а, не зря потратили деньги, не разочаровались, потому что любое разочарование, неважно в нас или не в копыта, оно влечет разочарование в отрасли, а это в рынке. Да, на рынке. Оно отразится на рынке, да. И, конечно, ну таким неравнодушным, как мы, например, мы же не только радуем за успех личной организации, там, собственной какой-то команды, да, и своей компании, но и в целом за отрасль. Событийный или ивент-менеджмент достаточно сейчас активно развивается, и у нас в том числе, но мы понимаем, что мы находимся сейчас в такой стадии, которая называется четвертая промышленная революция. Коснется ли она ивент-менеджмент тоже роботы, искусственный интеллект, цифровизация? Коснется, что ждет, что ждет, ивент, да, отрасль-менеджмент-менеджмента в будущем? Коснется, в любом случае так или иначе коснется, но в моем представлении все-таки ивент-менеджмент, он останется как бы там ни было, в той или иной форме он будет. Он был, он есть, он будет, он может видоизменяться, да, то есть, но искусственный интеллект тот же самый, там, или что угодно, да, как бы, но это все не заменит тебе. То есть кто-то руками и ногами это все должен делать. Кто-то должен расставить камеры, никто тебе этого не сделает. Кто-то должен тебе написать контент, услышать заказчика. Этого, ну, невозможно сделать. Это особенность, особенность отрасли в том, что человек, для чего, вообще, для чего нужен ивент? Чтобы получить эмоцию, ее породить, протянуть, и с ней, есть такое понятие, послевкусие, и с ней потом прожить. Память. Почему мы говорим, а помнишь вот тогда, там, ну, я не знаю, ваши ровесники могут сказать, я там был в армии, а помнишь, когда я там демобилизовался, это был такой вечер там или еще что-то. Помнит человек свою свадьбу, помнит рождение своего ребенка и празднование. Тем более у нас, у казахов в Казахстане, ну, это вообще, конечно, отдельная тема, мы вот недавно как раз тоже, да, говорили с вами о культурном коде. Ведь КНЛ, эмоция, чувство, ощущение, это очень сильный тоже инструмент влияния, и поэтому при всей роботизации и наступлении искусственного интеллекта, правильно сейчас Марат сказала, камеры никто не расставит, но, возможно, их один раз повесишь, ну, там, условно, да, и они будут настраиваться через кнопки. А вот уже, когда будет материал готов, только человек может оценить, дошло это до сердца или нет. Поэтому вот в ивент-индустрии все-таки люди останутся, их, может быть, станет меньше. Может быть, меньше, да, может быть. Ну, вообще, ивент это такое некое... Робот не споет на гитаре пианино, или на пианино не сыграет. Сейчас роботы пишут музыку, пишут стадии. Он уже, можно написать? Да. Можно написать, без проблем. Но если он исполнит, ведь это для людей, которые пришли отдохнуть и получить удовольствие. И вопрос в том, что, а кто отстроит звук? Робот нет. Причем есть уже программы, которые, амплифайеры, которые отстраивают звук. Но у тебя должен быть звукорежиссер с живым слухом, потому что робот в любом случае не поймет, у тебя настолько разные есть залы, люди. Марат, сейчас во многих домах стоит электронный пианино. Нажал кнопку, рояль сам по себе играет. Он даже имитирует, то есть клавиши западают. Да, но согласитесь, что мы все, да, мы побаловались, да, мы получили какой-то фан от этого, но мы хотим, чтобы сел человек и играл. Да, но когда пришли домой в гости, хочется, чтобы... Это не в утверждение, а просто мы размышляем, что... Ну, мне кажется, что люди останутся в нашей отрасли. Тоже так считаю. Ну, хорошо, коллеги, спасибо за приятную беседу. Спасибо вам. Спасибо. Ну что, ивент-менеджмент, да, как и говорил, можно самому организовать ужин дома. Можно, так сказать, перейти к мероприятиям гораздо более большого масштаба, корпоративно или даже экспо. Ну и вам решать, нанимать для этого ивент-агентство или нет, или все делать самому. Цветы заказать, автомобили, звук поставить. Возможно, ивент-менеджеров тоже заменят роботы в будущем, а может быть и нет, мы тоже посмотрим. Это была программа Эксперт-ревью. Меня зовут Ирлан Аспанов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова